Вот, Бог со мною повозился, Мелочей мне не простил. Всем на свете дал Он радость, Мне лишь бурку подарил. Не приходит воскресенье, Всё суббота, нету сил. Завернусь в родную бурку, За неё мне свет не мил. В смерти сранен я шипами, Роз не надо средь могил. Вы на гроб мне бросите бурку, Больше знать не заслужил. Нету счастья мне на свете, Мой корабль давно уплыл. Ничего я не имею, Только бурку сохранил. Вродит нищий Етим Гурти, Он богатства не скопил. С буркой мы повсюду вместе, Нас сам Бог соединил. И когда он умер в сороковом году, Ему действительно на гроб положили бурку. Вот, а другой бурзинский поэт, Которого я прочту, Это поэт достаточно хорошо известный. Это грузинский классик Галактионта Битза. Стихотворение начала 20-х годов, Раньше, насколько я знаю, не переводилось. Вот оно, вот оно, Ветер дышать не даёт и безжалостно стонет. А чертя голову ищет, куда бы приткнуться, Куда бы ворваться, чтобы всё здесь порушить, И всё опротянуть. А прялка жужжит. Вот оно, вот, угольки облетают злою. Славно в деревне, Деревня благословенна. Город, что город, Всё то он жрёт, И всё он голодный. Вот оно, вот, в печи огонь полыхает, Слышится песня. Человеческое сердце, Зыбко, что морской прибой, При жене при самой лучшей, Всё же хочется другой. Вот, отгрузим, переходим к евреям. Вот, значит, тут у нас баллада про сиротку Ханнеля. Поэт, это Ицик Мангер, классик поэзии на идиш. Его много переводили на русский, хорошо переводили. Но как раз вот это стихотворение не переведено. Теперь переведено. Он родился в Коломы возле Черновцов. В Коломы возле Черновцов. Правильно, правильно. Черновцов. И жил в разных странах Европы. Закончил жизнь в 70-х годах в Израиле. Вот, баллада про сиротку Ханнеля. Ханнеля сиротка. Жизнь у неё, как слеза. Синий у неё волос. Рыжие глаза. И мёртвая мама в могиле. Приходит к ней в гости могила в самую тёмную ночь. И говорит могила. Плачь, сиротинушка, плачь. Пора завести тебе мужа. Тут проливает сиротка семь слезинок мамина гроб. Почему только семь они больше? Ровно столько и нужно, чтобы на могиле жених завязался. Роняет сиротка слёзы на могилу. И в тот же момент вырастает жених на могиле. Какого не видел свет со времён сотворения мира. Берёт ножницы бедная Хана. Срезает его на корню. На маминой могиле. И славит долю свою. Вон какой жених уродился. Целует сиротке он руку. Отвешивает поклон. А доль в диамант моё имя. В тебя до гроба влюблён. Жених, что судьбой тебя послал. Ханнелла на могиле. Стряхивает траву. С жениха траву на могиле. И червей, что в носу живут. Из ноздрей ему внимают. Потом она делает книг сэн. Ах, до чего хороша. Вот, мол, я. Прозываюсь Ханнелла без гроша. Супруга твоя по гроб жизни. Сияет жених, как лампа. Я думаю, нас уже ждёт. Наш главный раввин, наш Мозес. И к раввину сиротка идёт, взяв жениха под руку. Идут они оба к раввину. И могила в припрыжку идёт. Главный раввин, старый Мозес, На звёздной аллее живёт. У него там домик с крылечком. Ждёт их могила снаружи. И глядит им обоим вслед. Чёрный на нём цилиндр. А она, а она держит букет Роз слепителей на белых. Стоит на дороге могила. И не пускает прочь. Так говорит могила. Плачь, сиротинушка, плачь. Пора завести тебя дочкой. Тут проливает сиротка Семь слезинок мамина гроб. Почему только семь, а не больше? Ровно столько и нужно, Что на могиле дочи завязалась. Роняет сиротка слёзы на могилу. И в тот же момент Вырастает дочь на могиле, Какую не видел свет Со времён сотворения мира. Берёт ножницы бедная хана, Срезает её на корню На маминой могиле И славит долю свою. Вон какая дочь уродилась. Пляшет могила от счастья. Мол, не погибнет наш дом. Пляшут папа и мама. Пляшут они вчетвером. То есть пляшет дочь между ними. Ну сколько ещё веселиться. Сокровище зять говорит. За всё спасибо вам, тёща. Можете уходить. Теперь уж вы как-нибудь сами. Папа, мама и дочка Своей дорогой идут, Но тянут тонкую нитку, Чтобы вечно был связан их путь С маминой могилой. Эту песню в пятничный вечер Вместо змира спеть я решил. И ложечкою варенья Свою музу я угостил За прекрасную эту балладу. Баллада «Ясерок Тихан» Да, сейчас я переведу, Прочту перевод севрита. Это Хадно Хлевин. Кто жил в Израиле, Тут, наверное, слышал о нём. Это был драматург, сатирик, Автор гротескных пьес, Гротескной прозы и стихов, Человек крайних взглядов, Скандальный, За всю свою жизнь Не дал ни одного интервью, Хоть имел международное признание. И вот стихотворение Для Харно Хлевина Относительно мягкое, Такое с еврейской грустью. Главный раввин Влюблён был в Брежит Бардо, А у Брежит Бардо Был избранник, Агунтер Сакс. Главный раввин, Конечно, праведник был большой, Но если вдуматься, Может, это и хорошо, Что главный раввин Влюблён был в Брежит Бардо, А у Брежит Бардо Был избранник Гунтер Сакс. Главный раввин Женился на Брюме Фукс, А с Брежит Бардо В брак вступил Гунтер Сакс. Наш Господь, Творец мира, Так справедлив и добр, Народом мира Дал он Брежит Бардо, А нам только бремя Торреста С коем без слов. Это всё про раввина И про его любовь. Заград Это армянский поэт, Которого вы, видимо, Не слышали, Его потихоньку Веревания начинают переводить. Он всю жизнь Прожил в Стамбуле И считается Главой Тамошней поэтической школы. Это Поэт очень яркий, Авангардист, Экспериментатор. Его Много верилибров написал. Верилибры переводить легко, Но то, что не верилибры, Это, я вам скажу, Это совершенно непонятно, Как к этому подступиться. Экспериментатор Ломал язык, Свой язык, Что хотел, то и делал. Что такое армянская Община Стамбула? В 15-м году, Как вы, наверное, знаете, Был геноцид, И И Истребляли людей, в основном, на территории Исторической Армении. Ну, из Стамбула вывезли несколько человек, Наиболее известных лидеров, И тоже там убили, Но в целом эту общину не тронули. Она так и осталась, Она так и осталась Со своими церквами, Со своими школами, Но сидели тишево да ниже травы. И Если и там была, возможно, Какая-нибудь поэзия или литература, То сугубо аполитичная. И это, в общем, было и к лучшему. Он сказал, Мы сказали. Одну вещь хочу я вам сказать, Сказал он. Ну, скажи, Сказали мы. Что сказать он не нашел. Жалко, если нечего сказать, Сказал он. А если есть что сказать, Сказать не можешь, Сказали мы. Вы сказали правильно, Сказал он. Я всем потом вам все скажу. Ну, ладно, так скажи, Сказали мы. Но прежде чем сказать, Подумать должен я, Сказал он. Лучше скажи, не думая, Сказали мы. Ведь начнешь думать, И не сможешь сказать того, Что хочешь сказать. Задумался. Нет, лучше не скажу, сказал. И удалился. Хорошо. Теперь это просто двустишее. У Деда Мороза борода белая, как мука. Деда Мороз, скажи, из твоей бороды можно испечь хлеб? Вот. И вот это ночной сторож, это самое такое экспериментальное. И в Ереване среди интеллигентных людей многие этого стихотворения не понимают. Им кажется, что это чисто формальный эксперимент. Но мне так не кажется. Ночной сторож. Ночной сторож худого сложения и худой сторож ночного сложения встречаются после заката. Один отцовский заводит часы, другой часовский заводит отцы. Потом оба смотрят в небо. Одному чудесно сияет полная луна, другому чудесная луна полно сияет. Ночной сторож худого сложения и худой сторож ночного соглашения приветствуют друг друга. Один снимает головной убор пепельного цвета, другой пепельный убор головного цвета. Потом они оба свистят в темноте. Одного беспокоит слабое здоровье его тёщи, другого слабое тёщи его здоровье. Ночной сторож худого сложения и худой сторож ночного сложения прогуливаются вместе. Один думает о том, что его жена вот-вот родит ребёнка, а другой, что его ребёнок вот-вот родит жену. В меланхолическом настроении и настроическом меланхолении они улыбаются друг другу. В последний раз вместе свистят, потому что наступает утро, и ночной сторож худого сложения остаётся один.